добрый денечек такое было солнце и вот солнце спряталась посмотрите ребят это как шатается экран секунду это огород светлана николаевна она его убирает на пять дней дольше чем мы с но она в одиночку работает и у нее циклохены нету у нее лебеда вот это же вроде лебеда посохшие он циклохены немножко вот так а вон через двор вот это заросшая это мой участок ну вот так то есть еще мы даже не спустились до низа забора уже а еще а еще вот от забора сколько но это для тех людей которые новенькие и не не видели и не понимают объем это участков вот так у слона николаевна участок поменьше около 15 соток но она уже тоже где-то третью часть сделала вот так эти какой сочно какая сочная циклохена засохшая а я пришел а я пришел к соседке на нарезать нарезать капусты для не нарезать на ломатый стол для попиток на вечер потому что ее диетический стол нужно нужно разнообразить вот такие вот вот такие вот дела тут лук светлана николаевна уже посадила тот который мы ей привезли с полтавы ну а чеснок когда съездим тогда ой а что это за технология это что за технология вы видите что происходит это как это было типа рассада стаканчиков надо узнать надо узнать у хозяйки этой капусты это шо смотрите капуста растет в каком-то стаканчике и или это не одна а все так это что-то новенькое я таком и не слышал и не слышал и не видел а тут без стаканчика будет довольно белка белка я сейчас наловим слизней сколько улиток бездомных и пленок на листочках папе понравится салат овощной салат с этим белком даже уже листья капусты подмерзли видите такие уже видно заморозки были хорошие вот так мы только что ездили в магазин и купили отраву от мышей или для мышей как правильно сказать вот так видите каких куч светлана николаевна наложила насобирала это наверно толстой бодылки не смогла выдернуть я не знаю что делать здесь с этими сорняками где их складывать короче не знаю ну вы сядки куда вы уходите вот на те листочки вот давай возвращаемся мне мне написали что если обработать в помещении там где находятся мыши это у меня дробится зерно сейчас на фоне там где водятся мыши березовым дегтем то мыши уйдут я сегодня даже в магазине спросил но там не было напишите пожалуйста в комментариях кто такой способ избавления от мышей использовал я слышал что если какую-нибудь натуральную натуральный мех поджечь он будет пахнутость запах гарри и вот эту гарь оставить в помещении то мыши уйдут то есть такой способ я слышал а вот по поводу березового дегтя не слышал кушайте все а все остальное попить и для вечернего употребления да вот так какие хорошие усынки да вот три штучки четвертая общепанная конечно так себе а три прям красоточки у меня там начали спрашивать типа где я их брал друзья эти гуси эти гуси я покупал в изюме а привезены были они или с донецкой или с луганской области я точно не могу сказать я сейчас не вспомню и это и я не помню у меня даже не осталось визитки эти продавцы которые ну в которых мы их брали они каждый год по весне выставляли у меня там даже где-то в роликах я выставлял их контакты потому что очень много людей просила ну вот так в общем и я не знаю то есть я не думаю что сейчас я смогу смогу договориться за гуся именно там где брал именно этих гусей поэтому вот я в ролике и спросил что типа может кто-то знает а где можно найти гуся породы но именно самца породы мамут вечерний стол пэпин принес вот у меня есть одна волшебная метла сломана напополам купили такие животные мне в помещении не сильно нужны поэтому вот купил вот таких конфет им тут вот написано это короче какая-то сладкая ну типа ароматная смесь для мышей шелкунчик называется вот так и купил вот такой же клей обычный обычный клей я брал такой клей в прошлом году сейчас где-то понахожу какие-нибудь там плитки ровненькие и вот так видите тут грызун нарисован от комок и грызунул он мягенький хорошенький по намазываю и вы мне писали что тебя клей намного лучше чем вот эти клейки и коврики но ковриков даже не было в магазине знаете сейчас вот приезжаю в савинцы то уже и людей больше магазины открываются ну продавцы все хозяева магазинов все знакомые то есть ты вот их видишь они тебе улыбаются ты им улыбаешься расспрашиваешь кто где был то есть кто когда вернулся ну то есть уезжали все вот кого я вижу все куда-то уезжали то есть никто не сидел здесь под вот этими всеми взрывами и вот жизнь возвращается в обычное русло товары все есть мы даже купили селедку странно звучит селедка есть шубу будем сегодня делать вот так единственное чего нету в магазине то что я хотел купить это известь не хорошо но у меня там еще килограмм остался но это ни о чем и нужно купить побелку для деревьев мы с ванюшкой когда закончим вырывать сад то нужно будет обработать железным купоросом деревья от вот этого всего грибка от плесени и нужно будет стволы побелить потому что мы тоже какой петрушка поет вот так ну и купили перчатки и вы ругаетесь что я работаю без перчаток у меня то есть вот эти прорезиненные но они неудобно вот эта резина скользит ну и взял вот ваню такие красные поменьше а себе вот такие черные побольше вот так и взял же вот эти нам нужны грабли взяли держак ну вот это как он там называется черенок слава николаевна где-то там нашла 100 летние грабли а я люблю у меня вот такие были вот и красные были еще какие-то и и вот сейчас приехали вот такие вот типа как их назвать в общем типа грабли босс а я буду загребать как босс да мне очень нравятся эти а она пластмассовая но если ним аккуратно пользоваться очень хорошая штука без даже не брал вот у меня есть старенький вот так сейчас все по прикручиваю где-то была еще большая отвертка и не знаю смогу ли я открутить этой смогу прям легко отлично такой маленький все это сюда у мешок на мусорку отлично прям это вот это бы я живу это очень удобные там есть железные есть вот такие какие ну каких только нету вот такая пластмассовая да она и даже не узнал сколько она стоит в прошлом году она стоила 40 гривен сейчас думаю что или ну или 60 или дороже она была одна я даже цену не спрашивал потому что петрух ну все тебя слышат ты молодец 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 и я ее сразу взял она была одна а вот этого щелкунчика взял в две одну сейчас раскидаю здесь сарае а вторую по дому потому что мышей ну по чердаку можно там и еще где-то кинуть потому что мышей полно и прям в доме реально то есть утра лишь травишь их а их да и продавец магазине сказала что как только магазин открыли первое первое зачем бегали что просили это от мышей потому что прям нашествие вроде вроде затянул пойдет все вот такая вот не знаю как вам это все показать но это это реально реально крутая штука гребет все и камни и все подряд там где надо не грести а мести волшебных волшебных метел у меня предостаточно шелкунчик сейчас это разбрасывать по местам так папи то папи . добрый денечек вот так побросать просто ты уже пришел меня подгонять у меня это принцесса нас конечно все вот такие они по три штуки как раз это конфеты для мышей они просто тоже голодненькие им надо покушать что-нибудь загончики позакрываем чтобы не дай бог свиньи ну если вылезут не зашли не съели да вот так и сюда тоже кинем вот так пусть грызут можно положить сюда на загаженный на едят кого мышей нет на загаженный стол и вот тут тоже лазят прям миллионами короче тут тут бы тоже порядок понаводить но сейчас все все больше нету что ты говоришь да я понял у них тут норы норы везде где попало вот тебе перчатки ванюш купил вон сзади вон твои красные мои черные потому что черные тебе большие вот так все это пол метлы сюда на мусорку едет это тоже все на мусорку видишь я граблю вон купил классные такие люблю помнишь такие у нас были дважды уже или трижды вообще красота ты шо уже пойдешь рвать а я клей а для клея нужен нужна плитка это я уже потом схожу на тот двор не поели яблоки паразитки я им у них спроси я не знаю эти не поели а манка с овсянкой манка с овсянкой слупили за минуту сейчас мы вам насобираем сванюшка еще сейчас аппетит отменный да на дереве надо себе собирать а на полу так то надо взять потрусить и все все если обычное животное съест вот тут тесто для мышей то с животным ничего не будет она только только работает на этих на мелких паразитов да пепита давай принеси этот мешок желтый сбоку стоит на улице пепе дадим листочек меня уже вчера начали ругать типа я издеваюсь над пепой голодом и и морю на камеру специально ребята вас не поймешь одни говорят закормил пепу вот я скотина говорят голодом морю вот я скотина у соседей на пепа на смотри что тебе принес а ну ну линяет она будешь есть капуста скажи я девочка ничего не отказываюсь так а ну 150 где то конечно для нее это много она на диете на это на яблоках на тыква ты на капусте сейчас мы у нее по убираем да принцесска есть равно что есть да а вот же новый женишок новенький это заяц но он боится он новенький это же его купил вот неделю назад то что я чтобы сидели с этим на лавочке я его так интересно я еду но я им же даже не говорил что я еду по кабана как везу по улице кабана связанного ваня с друзьями на лавочке сидит посмотрели на меня и сидят дальше своими делами занимаются все о вещь как раз эти не должны скользить рука понял те же резиновые а это ж трепчаны и это будет хорошо рвать бурьян и ну много кто пишет типа ваня необычный ребенок типа ему нравится рвать бурьян и объяснить что тебе нравится рвать бурьян ему нравится ему нравится всегда вот чем-то заниматься он такой я не скажу что он то есть его есть такие дела которые не заставишь делать вот прям не заставишь он не хочет а вот если ему нравится а почему он никогда мне не может объяснить я не знаю то есть раньше когда он был маленький я уже это рассказывал эту историю что картошку красную ну вот эту фиолетовую картошку цыганка такая длинная тоненькая картошка и он смалку наверно с трех лет у нас этой картошки пол мешка здесь было вот мы жили здесь и было пол мешка этой картошки она никогда не давала урожай пол мешка садишь пол мешка выкапывает один раз это когда уродила и это она была и было много-много такой горох то есть мы ее никогда не ели а только оставляли чтобы было что посадить на следующий год и вот весна настает его не пошли ка сажать картошку пошли сажать картошку и он эту свою цыганку сам садит осень настает пошли копать картошку пошли копать картошку прям как антошка и он эту картошку сам выбирал то есть а потом как-то как-то или он стал старше что как-то один год выкопали без него что ли или ну короче ну вот что-то поменяло жизни и все картошка отошла на второй план и больше он ее не садил ее, ну вообще в этом году сейчас уже никакой картошки нету, нужно будет все покупать, садить. А так вот и, например, идем собирать яблоки. Он, пока мы не соберем все яблоки по всему садку, он говорит, мы не уходим. И вот точно так с сорняком. Не знаю, что у него там в голове переклинило, но он говорит, что мы его выберем, пока поедем в Полтаву. И вот я его еще не звал, я вот тут сейчас мне своими делами нужно почистить у свиней, там и плитку найти, клей поналивать, а он уже прибирал бурья нарвать. И что, ты сам не пойдешь? Не надо. Я сейчас это освобожусь и пойдем вместе. Ну ты вот тут рядышком был, а туда дальше не надо самому. Погуляй, нет уже пацанов. Все. Ну вот такие дела. И ладно, давайте об этом, об Анюшке рассказал, про Пепу вернусь. Пепа нормальная, то есть сейчас. Но толстеть ей не надо. Если она сейчас будет кушать гранулу, то есть дробленку, точно так, как она ела цельное зерно, а цельное зерно половину выходило целиком, то есть как бы не переваривалось, энергия у животного тратилась, а еда не переварилась. За вот этот месяц, как мы стали ездить домой, она набрала килограмм 10-15, это 100%, она потолстела. Ей нельзя дальше толстеть, она взрослая, и для организма ей это ненормально. И вот это то, что мы ее посадили на стол номер 8 для ожиревших дам, то это для нее только на пользу. На, на еще, съела два листочка, вот на еще. Распробовала, принцесска, да? Давай, давай, кушай. Так что вот так. Ну а от мышей, от мышей будем избавляться. Вот такие мини-сосиски поразбрасывал. Может, надо было поразрезать. Ну пусть лежат. Посмотрим, как оно будет действовать. Сейчас уйдем. Еще нужно найти мышеловки. У меня были мышеловки. Мышеловками я тоже в прошлом и позапрошлом году каждый день там по 3-5 мышей ловил. А это все равно хорошее подспорье в помощь колбаскам разным доклею, потому что ну мышей просто нереально. А самое хуже от мышей это то, что они переносчики заразы. Так бы то, что они там едят корм, это не страшно. И как бы может и для больших свиней никакой проблемы нет. Но я же планирую что тебе нравится, как он клацает? Просто я планирую купить бройлеров или взять цыплят сюда тоже посадить. А здесь мыши. Вот для вот этой птички они, конечно, будут вредны. Но я не думаю, что мы сможем убрать всех мышей. Но уменьшить их в поголовье и это тоже будет хорошо, да? Вот такие хлопцы, да? Такое хоть выбрать яблоки, да? Отдать манки с овсянкой, да? Так и сделаю. Не хотят квартиранты. Еще пишут мне, пишите в комментариях, как их приучить к тыквам и к яблокам. Я не рвать, я педу яблоко рвать. Тут, на этом дереве? Ну да, на красном. Ну давай, сейчас домой сбегаю, вернусь. Пошли лучше домой со мной, Ванюш. Так. Не надо вообще лазить по городу самого. Написали, как их приучить к яблокам и к тыквам. Я не знаю. То есть, такого прям способа учить никакого нету. Или они паразиты их едят, или они паразиты их не едят. Вот если манка с овсянкой и пеппо лупят все подряд, то эти вот как были яблоки, так и остались. Все, друзья. А ты пронесу эту тыкву? Нет. Нет. Не это. Да принесем сегодня. Лежит свиношкам. И нужно еще привезти сюда больших тыкв. А то вот эта кучка, что мы тогда с вами накидали, уже нет. Ну, вот так. Все, друзья. Сейчас я быстренько тут все поубираю и пойдем дальше рвать на огороде сорняки. Вот так. А про грушу тоже видео я выставлю сейчас в сообщество про толгарскую красавицу. Кто не видел, посмотрите. Все, друзья. Всем пока-пока.